ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Гродненского спорткомплекса «Неман» мерились мастерством и уровнем подготовки девочки и мальчики со всей страны. Турнир «Юные таланты» проходит у нас в Гродно уже 15-й год. Практически в этом году юбилейные соревнования. Принимают участие все области нашей республики. Больше 300 ребят, которые приехали в этот раз к нам в Гродно на этот турнир, показывают, во-первых, его популярность, во-вторых, то, что дети соскучились по соревнованиям. И, естественно, нужно было проверить свои силы. В тот период, когда тренируемся, тренируемся, соответственно, нужно посмотреть в соревновательном режиме то, как себя чувствуют, то, как нас на каком свете. Это турнир такого уровня, на который новички уже не допускаются. Мы их не выставляем. Сюда выставляются уже спортсмены более подготовленные, обкатанные, которые уже знают, зачем они сюда пришли. Одни из самых главных соревнований, которые входят в список республиканский. В каждой области есть подобного рода турниры. То есть каждая область берет на себя ответственность за проведение республиканского турнира. Но это является таким показателем уровня республики. Основоположником этого турнира является Карапетяна Олег Ливонович. Впервые он его провел и уже по традиции проводит он его пять лет подряд. Олимпийский год. Олимпийские правила. Этот турнир проводится именно по тем же правилам, которые как на Олимпийских играх, то есть согласно уставу Республики Беларусь. Как только Международная Федерация по Таиквандо меняет правила, сразу следующие турниры проводятся именно по этим правилам. То есть меняется все очень быстро. Ближайшие турниры проводятся по новым правилам. Раньше Таиквандо было больше силовым видом спорта и нужно было вкладывать больше силы. После того, как повысили сумму баллов за попадание в голову, вид спорта начал больше акцентироваться на голову и, соответственно, работа уже пошла более такая не силовая, больше на гибкость, на растяжку, на фиксование. Я занимаюсь такой, потому что мне нравится, и чтобы если меня кто-то обидел, чтобы я дала сдачу. Я первый раз на Суревках в Гродно на Борьково 6 выбрала первое место. У меня там было 52 очка. Я занимаюсь на тренировках, ничего не ела. Скидывала вес. Нравится, да, действительно, работа тренеров. То есть они этим живут, они этим растут, они переживают вместе с детьми, разбирают. Может быть, они и не станут чемпионами, не пойдут некоторые по стопам спортсменов спорта. Но выбор и возможности у них добиваться, целеустремленности, то есть у них по-любому будет и по-любому оставить какой-то почерк в голове, в характере ребенка. То есть это однозначно. Гродинская школа, как всегда, грязь лицом не ударила. Только в юниорах мы завоевали силами спортивной школы номер 4 нашего города. Две золотые медали. Ну и с десяток медалей по младшим ребятам. И в призерах было очень много, в том числе и юниорских спортсменов. Поэтому однозначно, что польза огромная просто от этих соревнований. И надо отдать должное, что школа Тэквондо, город Огробный, она работает максимально эффективно на сегодняшний день. К сожалению, пока мы не подобрались к большим международным результатам. Но будем считать, что идет процесс накопления критической массы. Поэтому в ближайшем будущем наши ребята выстрелят и на перенесах Европы, и мира. Те парни и девчонки, которые могут этого добиться, у нас, конечно, есть. Да, Токио уже рукой подать. Ну, мы надеемся, что у нас будет лицензия. Так как Арман Сила начал заниматься, и я надеюсь, что он всем докажет, что его дисквалификация была необоснованной и несправедливой. Олимпийский даянг ждет пока еще юные таланты.